Готовы к фестивалю? Я просто держу вас в том, чтобы вы не расслаблялись. А как тут расслабишься, когда перед тобой звезды футбола всероссийского масштаба, по типу Руслана Пименова или Бориса Неконорова? В Барнаул они приехали, чтобы провести мастер-класс в рамках всероссийского проекта «Футбол в школе». Он направлен на приобщение детей к популярному виду спорта. Так, в общеобразовательных школах игре в мяч сейчас обучают на уроках физкультуры. А за футбол учителям объясняют методисты. Стереотипы учителя физкультуры – это, например, то, что они делают все по кругу и вдоль зала. А мы показываем, что лучше использовать пространство как раз поперек зала. У тебя получается короче расстояние, но от этого улучшается качество того, что ты делаешь. Потому что те ребята, которые приходят на урок физкультуры или на урок футбола – это не футболисты. Подобный подход, считает Борис Неконоров, поможет взрастить новых чемпионов. По утверждениям профессиональных игроков, в наше время очень важно отвлекать подрастающее поколение от гаджетов, из-за которых дети не только меньше двигаются, но и, в принципе, редко выходят на улицу. Раньше, наверное, было больше талантов, потому что все таланты вырастают с улицы. Все настоящие футболисты, они должны быть бойцами. А бойцами становятся, по-хорошему слову, бойцами на улице, которые характерные, которые бьются, кусаются. Сейчас это немножко пропало, и благодаря вот таким вот фестивалям мы возрождаем эту историю. Как отмечают профессионалы, даже в самых маленьких городах на мастер-классы приходят в среднем от сотни ребят. Благодаря продвижению футбола в школах к нему приобщилось много девочек. И они, и мальчики всеми силами стремились забить гол своим кумирам. Некоторым юным игрокам это даже удалось. За два года к проекту футбол в школе в нашем регионе присоединилось 72 школы. И это, по словам председателя комитета по спорту Краевого законодательного собрания Татьяна Ильиченко, лишь начало. Программу намерена расширить. Задача стоит, чтобы в каждом муниципальном образовании, в каждом районе и городе края было отделение. А дальше будут проходить как муниципальные соревнования, так и окружные соревнования. И, понятно, руководители округов будут потом уже соревноваться на краевом уровне. Выберем лучшую сборную, не сборную, а лучшую команду, а там дальше уже наша команда будет играть на федеральном уровне. В планах региона приобщить к игре в мяч детей более младшего возраста, начиная с дошкольного. В учебную программу детских садов вводить занятия по футболу начнут уже в следующем году. Отметим, что подобные инициативы на уровне края ранее ни разу не реализовывались. Данил Кузнецов, Андрей Печоркин. День с толком. День с толком.